Библейский портал экзегет.ру представляет Главное, что псалом Давида, я уже говорил, не обязательно авторство Давида. Интересно, кстати, что многие последующие переводы, начиная с древнегреческого, они Давиду больше и больше псалмов приписывали, чем в еврейском варианте. Ну, почему? Да потому что жизнь царя Давида, она действительно очень хорошо подходит как такой фон к этому псалму. Вообще, царь Давид, наверное, во всем Ветхом Завете персонаж, о котором рассказано подробнее всего. Я не скажу главный, Моисей, наверное, главнее. Но его жизнь, она вот прямо всеми красками перед нами играет, и самые разные ситуации в его жизни приведены, поэтому нам очень легко к нему как-то присматриваясь, находить созвучное для себя. Хотя, наверное, мало кто из нас был помазан царей или там очень долго воевал, но, по крайней мере, вот ситуации там триумфа, торжества, унижения, беды, сомнения, мы все проходили такие моменты, и поэтому Давид — это в каком-то смысле лирический герой, да, то есть это персонаж, с которым мы себя легко отождествляем, даже если его внешние детали не очень совпадают с нашими. Так вот, что же такое 26-й псалом? А мы с вами читаем псалтирь как некоторый связанный текст, состоящий из довольно разных и самостоятельных, но взаимосвязанных отрывков. Ну вот, эти 20-е псалмы, они у нас посвящены, в общем-то, одной теме — как быть с Богом. Вот у нас есть псалом «Зачем ты оставил меня, Боже?», у нас есть псалом «Кто взойдет на гору Господню?» и разные другие, они посвящены одному. Вот есть человек, есть Бог. Они же очень разные. Как им быть вместе? Как не потерять этой связи? Как ее обрести, если она вдруг потеряна? Что делать, если ты не ощущаешь ее в своей жизни? И 26-й о том, как это здорово, когда это есть. Господь мне свет и спасение, так кого мне бояться? Господь — оплот жизни моей, так кого мне страшиться? Если злодеи подступят, чтобы растерзать мою плоть, враги мои ненавистники, они пошатнутся и рухнут. Окружит меня войск и не испугаюсь. Война подступит ко мне, я полон твердой надежды. Одного я прошу Господа, к одному стремлюсь. Всю жизнь быть в храме Господнем, созрицать красоту Господню, ждать в святилище ответа от Него. В день беды Он укроет меня в жилище своем, в глубине шатра своего спрячет, на высокой скале поставит меня, даст смотреть свысока на врагов вокруг. В его шатре я жертву и хвалу вознесу, буду Господа воспевать и славить. Господи, мой голос услышь, я зову Тебя, смилуйся, ответь. Звучат в сердце моем Твои слова. Стремитесь найти меня, и к Тебе я стремлюсь, Господи. Не отворачивай лицо свое от меня в гниве, не отталкивай раба своего, Ты помощник мой. Не отвергни меня, не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Отец мой и мать оставили меня, но Господь примет меня к себе. Господь, научи меня пути Твоему. Прямым путем веди наперекор врагам, на произвол врагов не отдавай меня. Лжесвидетели против меня выступают, обвинители расправы хотят. Верю я, что увижу благо Господня на земле живых. Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа. Вроде тема одна, а псалом достаточно разнообразный. Смотрите, он начинается с риторических вопросов. Господь мне свет, кого мне бояться? Господь оплод жизни моей, кого мне страшиться? Ну, как кого? Вообще-то, я много кого знаю, кого стоило бы бояться. Темной ночью по неблагополучному району ходить не стоит. Могут напасть. Бывают там всякие другие жизненные ситуации, с которыми не хочется сталкиваться. Бывают стихийные бедствия. Бывают там обстоятельства непреодолимой силы. Там война, не дай бог, начнется. Вот чего можно бояться. Терроризм. Как же, в самолете летишь, вдруг он начинает болтаться, и то страшно вдруг упадет. Он говорит, а чего мне бояться-то? То есть, представление о том, что он находится в завете с Богом, оно означает, что все, что с ним происходит, это происходит между Богом и Ним. Поэтому, кого мне бояться, вопрос не совсем риторический. Господы и боятся. А все остальные условия. Злодеи подступят, растерзают мою плоть. Ну да, вот ночью в неблагополучном районе. Пошатнутся и рухнут. Окружит меня войско. Вот война, не испугаюсь. Ну и разные другие варианты болезни. Здесь не приведено или стихийное бедство, или что-нибудь еще. И одного я прошу Господа, к одному стремлюсь всю жизнь быть в храме Господнем. Интересно, что Давид храм еще не построил, но, может быть, храм здесь собирают на как дом, потому что дальше еще и шатер. И вот это пребывание в храме, пребывание в его доме, это, собственно, и есть жизнь в зависимости с ним. Имеется ли в виду, что он собирается каждый день присутствовать за богослужением в храме, или в скине Иерусалимской? Ну, наверное, это не очень реально. Или имеется в виду регулярно туда ходить, или просто присутствовать вот в том месте, где это есть, или, может быть, вообще иносказательно быть в храме Господнем, то есть жить в присутствии Бога, ощущать себя где бы ты ни был, в своем собственном доме, где там в лесу гуляешь. Все равно ты в храме, потому что Господь с тобой. Напрямую это не сказано. Но я думаю, что здесь, конечно, первый смысл, он скорее такой буквально ритуальный, то есть всю жизнь быть связанным с этим храмовым богослужением или богослужением в скине, если еще до храма. Но и переносный смысл, то есть жить в его присутствии, тоже наверняка здесь подходит. И смотрите, вот как он говорит о Боге. Вот люди, которые верят в Бога, очень часто воспринимают его как данность. Ну, мы все знаем про Бога, правда? У нас книжки написаны, мы на богослужении слышали, мы правильный ответ и все давно выучили наизусть. «Звучат в сердце моем твои слова, стремитесь найти меня, и к тебе я стремлюсь, Господи». То есть вот образ, который мы встречали часто в этих псалмах – дорога. А здесь еще один очень важный образ – поиск. Бог – это не то, что есть в кармане. Вот вынул, посмотрел, убрал обратно. Бог – это не то, что написано в книге, правильные формулировки прочитал, процитировал. Вот он, Бог. Не богослужение, хотя он только что так высоко отзывался о богослужении, как о самом ценном в своей жизни. Сходил туда, значит, вот там Бог. А Бог – это поиск, Бог – это дорога к нему, что вообще довольно логично. Если он больше любых наших представлений о нем, больше вообще всей Вселенной, то мы никогда не находим его полностью. У нас никогда он в карман не влезет, не влезет ни в книгу, ни в богослужение, ни в какую-либо другую форму земной жизни. Он всегда больше этого. Но все эти формы земной жизни, они – есть дорога к нему, они – есть возможность его искать. И вот это стремление – то, что позволяет вере быть нескучной. Но если я все нашел, дальше всю свою оставшуюся жизнь я без конца воспроизвожу одно и то же. Как это надоест, да? Ну, как посуду мыть, каждый день моешь, каждый день грязный. Вот и здесь то же самое. А если ты отправляешься в какую-то замечательную, красивую страну, и ты каждый день в новом месте оказываешься, да, и каждый твой километр пути – это новые красоты, это необычные места, это какое-то новое знание, новые люди. Вот с Богом так, если это действительно с Богом. И вот еще очень интересные эти слова. Отец мой и мать оставили меня, но Господь примет меня к себе. Скорее, обычно молодой человек или девушка оставляет отца, и мать начинает собственную жизнь, но бывает так, что ребенка бросают, конечно. Может быть, это риторическое такое восклицание, даже если отец и мать оставили. А правда, бывает и так, что отец и мать составляют в силу старости, болезни и просто смерти, да, вот уходят из нашей жизни, к сожалению, наши родители. И у нас всегда остается пустое место в таком случае. Очень трагично, если бросили малыша, и, казалось бы, менее трагично, если у взрослого человека умерли родители, но все равно в душе пустота, на месте, где они были или должны были быть, но так и не заняли его. И вот Господь заполняет эту пустоту. Удивительно такой полный глубокий образ. Еще он просит, Господь, научи меня пути твоему, прямым путем веди наперекор врагам. Это не я знаю путь. Вот огромное количество людей верующих скажут, что они все знают и будут учить других. А здесь у нас лирический герой, который, скорее всего, царь Давид, но это не обязательно физически его произведение, но, скажем так, мы видим в этом Давида с его жизнью. И вдруг он говорит, научи меня пути твоему. А это что же, он не знал? Но для него, если это поиск, если это стремление, то в поиске всегда нужно, чтобы кто-то показал дорогу. Когда ты едешь по незнакомой дороге, тебе нужны какие-то указания. И вот научи меня пути твоему. Это не, опять-таки, что-то такое нами затверженное, повторяемое из раза в раз. Это постоянно новое открытие. И лжесвидетели против меня выступают, обвинители расправы хотят. Да, вот мы не знаем, кто это, что это, но мы знаем, что очень часто в жизни действительно бывают ситуации лжи, клеветы, какой-то бессудной расправы. Не всегда это так юридическая клевета, но часто это в отношениях между людьми. И он говорит лишь одно, верю, что увижу благо Господня на земле живых. Вот еще в этой жизни он увидит что-то хорошее от Бога. Не сказано, что победу над ними. Будет куча мест, где посолопевец скажет, Господи, убей их всех или накажи их всех. А здесь он даже не говорит об этом. Он говорит, что, ну да, вот есть у меня проблема, но что-то хорошее ко мне придет. И ответ, уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твоего, уповай на Господа. Собственно, и все. Ответ, который он то ли сам себе дает, то ли слышит как-то внутренним чутьем свыше. Не сказано, у тебя все будет хорошо. Не сказано, ты всех победишь. Не сказано, я все тебе дам. А просто уповай, просто надейся. Что такое вера? Как потом апостол это сформулирует, она есть уверенность в невидимом. Когда ты не видишь, но полагаешься на это. Вот в темноте с завязанными глазами делаешь шаг, но знаешь, что там дорога. Вот здесь ровно то же самое. Уповай, то есть ты не знаешь, как будет, но просто вот доверься, пойми, что это будет для тебя хорошо. Больше фактически ничего. Псалтирь – это еще книга о доверии, о доверии Богу. И, может быть, мы иногда видим в ней строки, которые нас смущают, и звучат по-фарисейски. Я праведник, покарай моих врагов. Вот мы привыкли фарисеям такие мысли приписывать. Но мне кажется, главная граница, которая отделяет фарисея от человека, уверенного в Боге, то, что для фарисея это все под контролем. А человек, уверенный в Боге, он отдается ему и просто не знает, как это произойдет, но знает, что все будет хорошо. Всегда ли это так легко срабатывает? Нет, конечно, нет. Об этом будет следующий 27-й псалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok